Реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» планируется при участии средств федерального, краевого и местного бюджета. Ключевая цель проекта – обеспечить комплексное развитие как городской, так и сельской инфраструктуры на основе единоподходов. В муниципальном образовании Хасовертовский район реализация вышеуказанного приоритетного проекта происходит в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы развития жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры. В целом, реализация данного приоритетного проекта предусматривает более активное участие граждан в формировании, реализации муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования. Об этом мы сегодня беседовали заместителем главы администрации района, куратором данного проекта Вахидом Адельхановичем Касимовым. В прошлом году по конкурсному отбору по Хасоветовскому району прошли две школы, это Батаюртовская и Татурбий-Калинская. Определились меценаты, которые оказали финансовую поддержку, и по Татурбий-Кале на 3 миллиона 200 тысяч рублей и на 2 миллиона 710 тысяч рублей проведены капитальные ремонты в обеих этих школах. На сегодняшний день администрация района полностью освоила и отчиталась перед Министерством образования о успешном завершении этих объектов. И педагогические коллективы, и школьники очень довольны той работой, которую провели в рамках реализации нашей подрядной организации. В целом проведены такие работы, как замена полов, замена в полном объеме отопительной системы в Батаюртовской школе, в Татурбий-Калинской школе замены окна на пластиковые, и в общем устроены туалеты внутри самих школ. В целях улучшения материально-технического состояния общеобразовательных организаций по инициативе главы Республики Дагестан Владимира Васильева разработан проект «100 школ», предусматривающий выделение субсидий из республиканского бюджета в объеме 2 миллиона рублей. Привлечение средств в объеме не менее 15% от общей стоимости реализации проекта за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц меценатов. А также софинансирование не менее 5% от общих затрат из бюджета муниципальных образований. В число таких школ у нас в районе попало две школы, это Татурбий-Калинская и Батаюртовская, где с осени приступили к их капитальному ремонту. Были назначены сроки завершения работ, и надо сказать, что строители, ведущие ремонтные работы, со своей задачей справились. Вчера по поручению главы Республики Дагестан в обеих школах с проверкой побывал депутат Народного собрания Республики Дагестан Багадур Хадисович Абасов. В начале Багадур Хадисович в сопровождении начальника районного управления образования Крымсултана Кабардеева и директора школы Фариды Кабардеевой обошел оба этажа школы и увиденным остался доволен. Цель сегодняшнего выезда, значит, по поручению главы Республики Владимира Абдулалиевича проверяем школы, которые, значит, он глава Республики, очень серьезно взялся образованию. И по школам в нашем районе два школа, это Турбикалинский и Батаюртовская школа, по 2 миллиона, значит, выделены по поручению главы Республики. Им приехали сегодня посмотреть, как идут строительные работы. Я вам скажу, Турбикалинская школа, это шикарно сделано, оценка можно 5 поставить. Сейчас поедем в Батаюрт тоже, посмотрим, как там идет. Затем Багадур Хадисович в сопровождении Крымсултана Кабардеева посетили Батаюртовскую среднюю общеобразовательную школу, где уже ждали гостей. Здесь также проделана огромная работа. Полностью заменены отопительные батареи, вместо прогнивших полов в коридорах уложена плитка, а также поменяли деревянные окна на пластиковые. Здесь же Багадур Хадисович побеседовал и с учителями школы, поинтересовался их проблемами. Все наши вопросы поставлены в бюджет Республики. Вот завершение вот этой Батаюртовской больницы, вот на трассе которой, 162 миллиона заложено на бюджет. Будем надеяться. Этого года мы откроем. Конечно, очень приятно будет. Вот эта вода, которая будет идти, Сулакская вода, которая через вас, которая будет идти, эта вода поставлена в бюджет. Все эти моменты в этом году, благодаря Владимиру Адулалиевичу, эти вопросы решены. Уже как в прошлые годы дефицит бюджета нет. Профицит наоборот. Сейчас, в этом году, он очень, Москва его поддерживает, Москва деньги дает. С 1 января и 6% зарплата бюджетникам увеличивает. Потом с 1 октября опять увеличивает зарплату, правда, по 4%. Ну, увеличивает что-то. Хоть какие-то продвижения. Да, что-то, к чему-то идет. А так, он, в самом деле, я с ним встречался в пятницу, мы один на один с ним сидели долго, разговорил. Очень хочет работать. Искренно хочет работать. Ему, конечно, тяжело. Очень тяжело ему. Помогать нужно остаться. Да, помогать нужно. Поддерживать нужно. Он искренне от души хочет работать. Это только ради нас. Это честный человек, честный человек. Молодцы. Вот я посмотрел сейчас. Мы проверили, посмотрели. В самом деле, значит, сделано много. Самое главное, отопление полностью поменяли. Вот это отрадно, это хорошо. Зимой должно быть тепло. Это хорошо. Так что, благодаря Владимиру Абдулалевичу, вот это все, то, что мы проводим в районе работы, это благодаря его. Дай ему здоровья, добра. Будем его поддерживать. Конечно, обязательно. Всех благ вам. Что ж, обе школы готовы к приему учащихся. Теперь они будут заниматься в теплых классных помещениях. Отметим и то, что проект 100 школ будет работать и в новом 2019 году. И теперь уже в данный проект попадут немного больше школ нашего района. И в 2019 наступившем году этот проект продолжается. На сегодня нам известно, что правительство Республики Дагестан проводит не проект 100 школ, а 150 школ. Правительство изыскало возможность выделить по 2 миллиона рублей для проведения вот таких капитальных ремонтов в 150 школах Республики Дагестан. На сегодняшний день в Хосоветовском районе определились порядка 6-7 желаний участвовать в этом конкурсе и провести нормативное соответствие создание более благоприятных условий в тех школах, в которых давно не проводили ремонт. Какие требования, например, чтобы представить документы? Условия наличия мецената, спонсора, который поддерживает не менее 15% от общей суммы проводимой работы. И администрация района также софинансирует этот проект. По Батаюртовской школе 600 тысяч рублей было выделено администрация района. По Батаюртовской школе 300 тысяч рублей. И на более чем 5 миллионов рублей эти работы по этим школам проведены. И, как я уже сказал, в этом году у нас уже наметились 5-6 школ, где определились меценаты, которые хотят поддержать проведение капитального ремонта в поселениях, где они живут. В прошлом году, на 1 сентября, мы открыли две школы. Будет ли продолжаться строительство нового школы в Хосоветовском районе? В этом году республика планирует строительство новых школ, 25 школ в республике Дагестан. В том числе, к нашей радости, 6 школ попали и с нашего района. Это по 120 мест две школы. Акбулатюртовская, Кемсюртовская. По 300 ученических мест Кандаураульская и Эндрей школа номер 2. На 502 места Эндрей первая школа и на 400 мест Новокостекская средняя школа. В том еще и на 300 мест Теречная средняя школа. Вот 6 школ у нас в этом году, самые современные 6 школ будут строить. Проектно-сметные документации завершены. Документы находятся в республиканской экспертизе. И к концу января, насколько нам известно, будут объявлены торги, определятся подрядчики, председатель правительства. Сдунов на недавнем совещании сказал, что эти объекты будут сданы к 1 сентября. А вот долгострои, которые много лет строились, будет ли обновлено строительство этих школ? Вроде бы на одном совещании Владимир Васильев говорил, что мы пока не закончим начатые школы, не будем строить другие. По запросу Министерства образования мы представили 3 незавершенные строительства, 3 школ. Это пристройка на 200 ученических мест в селе Костек, на 370 мест 2 учебных корпуса для начальных классов в селении Кокрек и строительство новокостекской школы, незавершенная школа на 700 ученических мест. Вахтар Альханович, вот недавно в селении Андрей были открыты 2 объекта, это улица Джамалдина, Аджива и парк. Давайте посмотрим открытие. В преддверии Нового года, 27 декабря, жители села Андрей Хасавельтовского района порадовали торжественным открытием двух объектов общественной значимости улицы Министерства, Министерства и Благостроенного парка. В рамках реализации федеральной государственной программы формирования современной городской среды были проведены работы по асфальтированной улице и создание благостроенного архитектурно-дизайнерским орнаментом парка. В церемонии открытия приняли участие представители администрации района, главы соседних сел, жителей и гостей. Тоджественную часть мероприятия ввел глава села Иразия Абсаламов. Затем слово было дано заместителю главы администрации района Вахиды Касимову. Уважаемые жители, благодаря реализации государственной программы формирования современной городской среды, Хасавельтовский район принимает самое активное участие и заметно хорошее на глазах. Парки – это общественные территории, традиционно являющиеся местами отдыха сельчан, с беседками, продуманным архитектурным современным дизайном, улицы со скамейками, фонарными столбами, пешеходными зонами, бордюрами, урнами для мусора. Глава района Джабла Шапиев Салав выражает искреннюю благодарность руководству республики за твердый курс, взятый на благоустройство и озеленение региона, говорит Вахид Адилханович. «Уважаемые дорогие эндрейцы, сегодня в вашем селе замечательное мероприятие. Хочу просто вас известить о том, что с давнего времени в республике Регистан реализовывается федеральная государственная программа формирования современной городской среды. В рамках реализации этой программы из 41 поселения первые два объекта попали в селение Эндрей. Это создание, строительство парка, благоустройство и реконструкцию улицы имени Аджиева, для Малдина, Туркестана. Вы знаете, мы впервые столкнулись с реализацией этой программы, были проблемы, но мы досрочно завершили, освоили весь объем выделенных средств. Сегодня вы, как кто-то, хорошо видели, знали эту улицу. На этой улице четыре элемента, они установлены. Это освещение, установка скамеек, курн и озеленение. Хедры и белая береза высажены. Я хочу, просто не могу сегодня не поблагодарить главу республики Васильева Владимира Абдуллалеевича, главу нашего муниципального района Джулу Акшапиевича, не сказать добрые слова в адрес министра строительства Баглиева Малека Джамеддиновича и слова благодарности в адрес его заместителя Ибрагима Лилуевича, который дважды приезжал сюда, следил за ходом строительных работ. Ну а в ежедневном режиме за ходом работ свяжу глава муниципального района, как житель этого села, он каждый день наблюдал за ходом работ. Теперь мы видим благоустроенную улицу, и сама улица по проектной стоимости 580 тысяч рублей, это вот те элементы, о которых я говорил, освещение, установка скамеек, курн и озеленение. Активное участие в облагораживании общественной территории приняли и жители села, поэтому призываю жителей ценить надлежащим образом красоту и благоустроенность, следить и содержать чистоту порядок. На местах, говорит руководитель исполкома местного отделения партии «Един Россия» Осет Арсланханова. Я сегодня от всей души поздравляю вас с такой красивой улицей. Я желаю, чтобы в нашем Андреауле таких улиц было в дальнейшем тоже много. И это первое начало, которое мы начали в целом по району, то, что в Андреауле построили первый проект, который должны были выполнять уже с этого года. Мне, как депутату сельского собрания, тоже вдвойне приятно, что это началось с нашего села, с нашего Андреаула. Этот проект, он на контроле у партии «Единая Россия». И недавно в съезде партии «Единая Россия», который проходил недавно, вы, наверное, все слышали, основное внимание уделяется сельской местности. И вот благоустраивать село – это первая задача, которая поставлена у партии «Единая Россия». И мы дали, вот, как говорится, Андреаул дал старт этому делу сегодня, вот, в Касавюртовском районе впервые. И я думаю, что это продолжится и в других селах тоже. У нас эта программа есть расписанная на пять лет. И в дальнейшем, наверное, во всех селах будут такие красивые улицы, красивые партии, как в нашем Андреауле. Я желаю, я благодарю всех жителей села, которые приняли участие в благоустройстве этой улицы, помогли строителям в подготовке этого дня сегодня. И желаю, чтобы вы, все жители села, которые живут, проживают на этой территории, в дальнейшем сохранили эту улицу в таком состоянии красивом, чтобы другие улицы тоже взяли пример, чтобы сами с душой относились к своей улице и старались благоустраивать в санитарном положении ваше село. Спасибо Джамбулат Шапеевичу, конечно, главе района, секретарю полицовета, за то, что он особое внимание уделил впервые в селении Андреаулу. Мне это двойне отрадно. И, наверное, от имени всех вас и депутатского корпуса я благодарю его за то, что впервые сделано это в Андреауле. Желаю, чтобы во всех селах такое же и продолжалось. От имени благодарных жителей выступили кавалер многих орденов и медали ветеран-турган Рутемукова, житель этой улицы Кураеш-Богатого, директор школы Айзанда Буталипова, жители села Зубаир-Зубаиров и другие. Айзанда Буталипова, Айзанда Буталипова, Айзанда Буталипова, Айзанда Буталипова, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 программу в размере 10%, поэтому никаких проблем с оформлением проектно-сметных документаций, дизайн-проектов. Эти полномочия у сельских муниципальных администраций переданы районной администрации, поэтому районная администрация в лице заказчика нашего МКУ, именно служба заказчиков застройщиков, они заказали проектно-сметные документации, в ближайшее время они будут переданы для получения положительного экспертного заключения, и в этом году мы планируем большие объемы работ. В общей сложности на сумму где-то порядка 46 миллионов рублей. Так, на основе принципов, разработанных Министерством России и в соответствии с условиями государственной программы Республики Дагестан в Хасайюртовском районе разработана под программа предусматривающая мероприятие по благоустройству формирования с учетом инициатив граждан, а также порядок финансового и трудового участия граждан и организации в реализации мероприятий по благоустройству.